В декабре прошлого года региональное правительство приняло постановление об изменении регулярных пассажирских перевозок, согласно которому до конца августа будут отменены 43 межмуниципальных маршрута. Как пояснил министр промышленности строительства ЖКХ и транспорта Дмитрий Вавилин, изменения призваны улучшить маршрутную сеть региона. При этом ни перевозчики, ни население от ликвидации маршрутов не пострадают, ведь речь идет о так называемой чистке списков, из которых будут исключены главным образом дублирующиеся маршруты. Если берем Корсунскую автостанцию, значит ежедневно от Корсунской автостанции выполняется 46 рейсов. В отдельные часы и в отдельные интервалы, значит интервал между автобусами и отправлением составляет от 5 до 10 минут. По большому счету это режим работы маршрутного такси в городе Ульянске. Естественно, и при этом наполняемость транспортных средств пассажирами, но за редким исключением превышает 40%. Однако от таких изменений оказались не в восторге, как сами перевозчики, так и жители. Сокращение числа маршрутов для некоторых предпринимателей означало бы полный крах своего небольшого дела. В адрес губернатора поступило сразу несколько обращений с просьбой разобраться в ситуации. После проверки глава региона лично встретился с перевозчиками и отметил, что постановление обязательно будет пересмотрено. То решение, которое было выработано чиновниками регионального правительства, несправедливо. А раз несправедливо, то должно быть и отменено. Решено, что все 43 маршрута должны будут возвратиться. Тем более за это ратуют и предприниматели, и жители, и сами главы районов. В связи с этим, тогда у меня возникает вопрос, а зачем вы это все затеяли? Ну зачем? Есть 178 внутриобластных регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов. Все они в привязке к перевозчикам составляют 214 реестровых записей. Все это устраивает. Да, есть, конечно, недостатки. Там зарплата, я не знаю, там внешний вид, там какие-то другие вопросы. Но это другая совершенно тема, связанная с тем, чтобы навести порядок. По словам главы региона, все, кто готовил данное постановление, могут в скором времени лишиться своих должностей. Дарья Сударева, Юрий Конихин. Новости Ульянской правды.